Всем привет! Принесли вот такой вот блок питания и сказали, что он не работает. Ну что, самое простое, что здесь может быть, это оборван провод, либо он замкнут. Ну и давайте это все проверим сразу изначально. Переключим на ломы. Ну вот это кондер там разряжается и у нас цифры сейчас падают до нуля, а потом начнут расти. То есть, что мы имеем? Самого простого ничего у нас не получилось, то есть шнур целый, нигде не имеет короткого замыкания. И это плохо, потому что придется разбирать блок питания. Ну да, это кондер там заряжается, то есть связь от штекера до кондера выходного, то есть на блоке питания. Связь это есть, так что нужно разбирать. Как его разбирать? Ну как правило, раньше все были, имели здесь где-то отверстия с винтом, это все стягивались эти две половинки. Сейчас же все это приваривается ультразвуковой сваркой, то есть эти две половинки соединяются, и потом ультразвуком их разгоняют, чтобы они терлись, они трутся, при этом при трении они нагреваются, именно вот эти трущиеся части расплавляются, и потом действие ультразвука заканчивается, и они остывают и остаются вот такими вот спаянными. Так, ну это хорошо видно вот здесь. Так, попробуем разобрать его. Для этого я поставлю на тряпочку, чтобы где-то не поцарапать. Ставим нож, он тупой, ну и слегка ударим молоточком. Ничего не помогло, усилим удары. Что-то он не хочет открываться, нет? А как? К сожалению, ножом ничего путного не получается, конечно, можно по контуру порезать, но я обратил внимание, что на корпусе образуются мятины, более того, потом будет щель, из-за которой будет сложно склеить эти две половинки, поэтому лучше всего просто поставить лезвие, желательно поставить тупым концом корпусу и как следует долбануть по нему молотком. При этом корпус у нас лопнет, ну и, конечно же, он должен лопнуть либо по месту сварки, либо где-то рядом с ним. Так как корпус лопнет, то никакой материал никуда не мнется, никуда не деформируется, и потом это будет очень легко склеить. Фильтр живой. Может, вот здесь был плохой контакт, из-за этого он не работал, так что, что-то, 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 подключи. Фильтр живой. Вospomorphка. Возьми койтаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, этот блок питания собрал у нас на микросхеме OB2211. Я скачал даташит на нее. И вот она типовая схема включения. В принципе, все конструкторы, все разработчики делают все по типовой схеме с очень маленькими отклонениями. То есть, как правило, сильно никто никаких отклонений не делает. Но никто не хочет брать на себя ответственность в случае, если его какие-то отклонения приведут к нежелательным результатам. Ну что, мы как бы посмотрели, что мы можем сделать. Мы видим, что тестером мы ничего сделать не можем. Ну и теперь стоит посмотреть, вообще пытается запуститься данный контроллер или нет. То есть, он должен давать какие-то импульсы, пытаться, по крайней мере, запуститься. И если какая-то ошибка, то он блокируется. Он блокируется либо до полного выключения, либо временно. То есть, ну, надо это все читать. Ну, тут всего два варианта. Так что нужно подцепить оцеллограф. Я, наверное, его вот сюда вот подключу с делителем на 10. Подключу между землей и вот этим вот выводом транзистора. По идее, он должен давать какой-то короткий импульс. Либо момент включения, либо через какие-то промежутки времени и пытаться запуститься. Если этого нет, то тут может быть несколько причин. Например, вот этот резистор дохлый. От этого резистора первоначально запитывается вот эта вот микросхема. Либо, не знаю, либо сам контроллер дохлый. К сожалению, оцеллограф ничего интересного не показал. Он на экране пульс трупа, то есть, блок питания не включается. Более того, он даже не делает никаких попыток запуска. То есть, абсолютная тишина. Ну, единственное, что остается проверить, это цепь, через которую данный драйвер запитывается в начальный момент времени. То есть, до того, как он стартанет. Эта цепь у нас состоит в данном случае из двух резисторов. Один резистор на 1 мегаом и второй на 1,5 мегаома. Проверим их. Если все нормально, то прибор должен показать сопротивление либо равное, либо меньше, чем 1,5 мегаома соответственно. Но он почему-то показывает три с чем-то. То есть, явно эти резисторы в обрыве. Давайте их выпаем и проверим их уже выпаянными. Выпаивать их одно удовольствие. Они не просто припаяны, они еще и приклеены. То есть, данная плата паялась на волне. И робот, когда расставлял SMD-компоненты, он их расставлял на клей. Но нет ничего невозможного. Да, чудеса. Сейчас выпаянные резисторы нормально измеряются. То есть, у них нормальное сопротивление. То, что нужно. Я вообще не понимаю, как я проверял, когда они были впаяны в плату. Либо там остатки флюса сверху какой-то тонкой корочкой. И я не смог ее пробить, и был плохой контакт. Либо там какая-то холодная пайка была на двух сразу. Странно как-то. В общем, много вопросов. Но в любом случае, паять их нужно обратно. Единственное, на что осталось грешить, так это на драйвер. Но посудите сами. Цепь первичного запуска есть. То есть, он должен питаться. Но он почему-то не запускается. Он должен хоть один импульс подать. Хоть что-то. Хоть как-то себя проявить. И потом уйти в защиту, если что-то не так. Но попытаться запустить он просто обязан. Сейчас у меня товарищ едет в сторону радиорынка. Он меня туда подбросит. Сейчас он пока собирает документы. То есть, минут через 10-15 я поеду. И чтобы не тратить время зря, я выпаю этот драйвер. Куплю новый. И заменю его. Думаю, что все заработает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выпил микросхему. Думал, что она неисправна. Разобрался, что это за микросхема. Он пошел ее покупать, но я не смог ее купить. То есть, у нас она не продается. Я ее впаял обратно. И включил, и он заработал. То есть, либо изначально была какая-то холодная пайка. Но я этого не видел, если честно. То есть, я довольно внимательно посмотрел. Но факт остается фактом. Сейчас он работает. Пищит немножко. Но это он сейчас на холостом ходу работает. Поэтому он и пищит. И выдает 16,8 Вольт. Сейчас мы его немножко нагрузим. Я поставил резистор на 100 Ом. То есть, ток при 16 Вольтах должен быть примерно 1,150 В. Вот, напряжение у нас упало до 13 Вольт. То есть, как бы, все, как и должно быть. То есть, похоже, что он у нас заработал. Вообще, это странно. Я объяснить не могу, из-за чего это произошло. Вполне возможно, что этой микросхеме осталось недолго жить. А может быть и нет. Может, действительно была холодная пайка. Но в любом случае, у нас я этой микросхемы найти не смогу. И если что-то с ним дальше случится, то проще его будет выкинуть, купить новый на 13 Вольт, любой какой-то универсальный, чем искать эту микросхему, ждать месяц-другой, пока ее привезут. Так что, пока, как временная мера, вроде все работает. Так, вот он работает на холостом ходу. На частоте примерно 4 кГц, поэтому мы его и слышим. Но если его только стоит нагрузить, то его частота уже повышается. Причем повышается она значительно. Ну, тут уже сложно что-то разглядеть. Я обесточил схему, у нас тут все холодное. Трансик тоже холодный. Ну, такой, немножко теплый. Но сейчас была не максимальная нагрузка, потому что я поставил резистор с ломом. Поставлю резистор, чтобы сопротивление его было таким, чтобы ток был указанный здесь 400 мА. Подержу часик-другой. И если все будет нормально, то я отдам саню. Ну, что ж, друзья, я погонял данный блок питания часа 4. Он, к сожалению, отлично отработал, без никаких нареканий. Я ожидал, что он помрет, и я смогу найти его болячку. Но этого не произошло. И это очень плохо, потому что, по сути, я его отдаю таким, каким я его взял. То есть, там внутри что-то сидит, и пока я это не нашел. То есть, мне остается либо ждать, пока он у меня помрет, либо отдать его человеку и ждать, пока он у него помрет. Но так как он меня постоянно гонит, спрашивает, когда, 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 то я лучше отдам ему, пусть он им пользуется. И как только он умрет, он уже мне его принесет. Я склеил корпус для склейки. Я использовал клей для ПВХ, он белого цвета, так что он не будет сильно выделяться на фоне корпуса. И он отлично клеит материал, из которого сделан данный корпус. То есть, я нанес небольшое количество на внутреннюю часть крышечки. И я увидел, что пластмасс немножко растворился. То есть, это верный знак, что клей подходит для данного материала. В общем, склеил, стянул стяжечкой, зафиксировал, чтобы оно не двигалось, пока клей высохнет. Ну, и отдал хозяину. Ну, вот и все. Всем спасибо, всем пока и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!